Во времена Великих Географических Открытий Австралия была колонией Великобритании и заселяли ее преимущественно британские каторжники. При этом сегодня Австралия одна из самых законопослушных стран. Но говорить мы сейчас будем не о законах, а о музыке. В гостях нового утра дирижер Новосибирской филармонии Рустам Дельмухаметов, а также руководитель Омского камерного оркестра, заслуженный работник культуры Российской Федерации, Вениамин Ринкончинский. Доброе утро. Доброе утро. Для начала такой вопрос. Австралия – это целый континент. Скажите, вы знаете хотя бы одного австралийского композитора? К сожалению, мы не знаем. Современных мы даже не знаем, потому что Катинетов-Перех находится далеко. Но что привлекает в саму Австралию – это известный оперный театр, где проходят мировые премьеры. А удалось там побывать когда-нибудь? Нет, к сожалению, нет. Мне удалось сотрудничать с одним из певцов, который живет в Австралии. И сейчас он переехал в Новую Зеландию. Это Лайна, Рикки, Бритон. Но он больше такой странный певец. Давайте все-таки перейдем тогда уже к музыке английской. Завтра камерный оркестр филармонии исполнит концерт под названием «Под небом Лондона». То есть концерт, конечно, пройдет в Омском органном зале. В концертном. В концертном, да, получается? В концертном зале. Не в Лондоне, как я понимаю. А что там будет звучать? Вот Лондон как-то ассоциируется с какой-то пасмурной погодой, какой-то скуменькой. Дожди, туманы, да. Депрессии. Что будет звучать в концерте? Какие произведения войдут? Ну, будет звучать произведения разных лондонских композиторов. Но ситуация другая. Я хотел бы вам рассказать. А вы никогда не были на концертах оркестра и хора Би-Би-Си? Хотя бы в записи. Вы не видели фанатов симфонического оркестра? Нет, конечно. Которые танцуют во время исполнения какое-то сочинение. Берутся за руки, аплодируют, бегают к дирижерскому пульту, привязывают какие-то там эти цветные ленточки, все другое. Это целое действие, это буйство красок. Это оркестр, который сидит в разноцветных одеждах на сцене. Это хор, который стоит поет, потом играет такую музыку, которую мы не знаем. И вы в начале передачи задали интересный вопрос. Да, мы отрелистскую музыку, не знаем, но будем к этому стремиться. Я обещаю вам, что это мы знать будем. А теперь перейдем к Лондону. Вы тоже предлагаете зрителям на этом концерте действовать так же, как на концертах оркестра Би-Би-Си? Танцевать? Надо, наверное, быть самим собой. Я думаю, может быть, им это придется по вкусу. Может, они найдут эти записи, посмотрят, послушают. И все это найдут для себя. Ну, начнем мы концерт с музыки Пёрсова. Рустам Альпийович, не хотите вы что-нибудь рассказать? Конечно, я расскажу. Наша программа состоит из музыки композиторов, которые охватывают больше трех веков. То есть мы начинаем с новоположника английской музыки. Это Генри Пёрсов. Мы исполнили его Павану Чекону. И в первом же отделении у нас прозвучит концерта Гросса Генделя. Многие знатоки музыки скажут, Генделя – это немецкий композитор. Но, да, он родился в Германии, в городе Галли. Он учился и в Германии, и в Италии. Но большую часть жизни он провел в Англии, получил английское подосты. Многие англичане утверждают, что Гендер – это английский композитор. У нас второе отделение. Мы уже возвращаемся ближе к нашему современности. Питер Уорлок – это композитор английского начала 20 века. Он прожил недолгую жизнь, всего лишь 36 лет. Но успел немножко оставить такой свой след в музыке. «Каприоль Суита» – это будет впервые, кстати, исполняться в Омске. Это новое произведение. Да, премьера. «Каприоль» означает прыжок лошади на манеже. Как бы переводится. Но известные хореографы, танцоры, они знают, что это получает танцевальное движение. И в этом и есть расшифровка, что эта «Суита» состоит из танцевальных номеров. Там шесть частей. Но особенность этого произведения в том, что эти мотивы были взяты из книги по руководству хореографии еще 16 века. Потрясающе. Да. И то есть это идет своеобразная обработка. Далее мы исполним музыку Бенджамина Бриттена «Простая симфония». Бенджамин Бриттен – это классик 20 века в Англии считается. И вот даже многие теоретики музыкальные всегда жаловались нам, что почему у нас так мало композиторов. Жаловались. Нет, на самом деле да. Как можно таким претензией предъявить? Если убрать историю Германии, Италии, Франции, там у них постоянство было такое, преемственность. В таком случае к Австалии надо еще больше претензий предъявлять. Почему у вас нет композиторов известных? Кто может все-таки Грелик? Кто же все-таки правоприемник Генри Пёрсел? И оказался Бенджамин Бриттен в 20 веке, который продолжил эту линию. У него даже есть произведение вариации фугана Тиму Пёрсел. Ну и конечно всем известная музыка, которая звучит часто и по телевидению, даже у многих в телефонах. Это всем известная по Сакали. Того же самого Генри. А как она звучит? Как понятно. Можете напеть? Та-та-ти, та-та-та-та-та, та-ти, та-та-та-та-та, и так далее. Уже должны узнать. Вы как-то готовитесь к лондонскому концерту? Может быть, какие-то фильмы смотрите, на английском разговариваете? Может быть, в 5 часов у вас чай обязателен? Нет, нет, мы такого не придерживаемся. У нас на каждую программу, конечно, свой план работы, свой план репетиций. И я думаю, мы больше тоже продолжим. Я сейчас вам хочу просто, ну, о программе рассказали, но немножко хочу вам дополнить немножко о культуре Лондона. Лондон – это не только Тауэр, Биг Бэнд, там, я не знаю, мост. Лондон – это знаменитый театр Кавенгарта. Это вот оркестр хор Би-Би-Си. Героин сказал, это камерный театр, который организовал Бенджимин Бриттен, в котором пиковую даму ставил дирижер Рождественский и любимый режиссер. После этого организовали только театр в Москве, камерный театр Покровского. Покровский. Я думаю, что основателем театра был Бенджимин Бриттен. Я думаю, зрители уже задумались, чтобы пойти на концерт, как-то освободить завтрашний вечер. Давайте разыграем пригласительные. Давайте. Они же для зрителей, не для нас. Конечно. Ну, тогда, тогда. Ну, может, вы тоже будете участниками этого розыгрыша. Тогда, наверное, все-таки вопрос, который у вас записан. Итак, если вы очень сильно хотите попасть на концерт под небом Лондона, то правильно отвечайте на следующий вопрос. Один из абонементов камерного оркестра посвящен первое – странам, второе – городам или третье – праздникам. Свои варианты ответов присылайте в нашу группу ВКонтакте. Слушайте хорошую музыку, приходите в Омскую филармонию. Ну, а мы на этом с вами прощаемся. И раз уж мы сегодня говорим об Австралии, неплохо будет вспомнить про бумеранги. Да, действительно, существует такое понятие, как эффект бумеранга. Все зло или добро, которое вы запустите в людей, обязательно вернется к вам. Так что будьте более внимательны друг к другу. Новый рассвет с вами встречали Наталья Азмага. И Антон Бобот. И наши гости. Ну, и, конечно, наши гости. Всем пока.